Друзья, у меня для вас приятная новость. Теперь голду в Водблиц можно зарабатывать с помощью приложения Gold for Tanks. Ничего сложного, просто выполняй простые задания, за которые тебе будут начислять золото. Ну а если ты введешь мой промокод, то получишь 10 голды сразу. Ссылку на приложение и свой промокод я оставлю в описании. Всем привет, дорогие друзья и любители танковых побоищ. Сегодня у нас в гостях игрок с ником Alex Dorip. Играет этот боец на такой вот, знаешь, колеснице смерти, АТ-7. На первый взгляд такая вот невзрачная ПТ. И если ты не качал ветку бабахи, то скорее всего тебе мало что известно об этом сарайчике. В общем, друзья, ПТ эту недавно апнули, добавили ей ДПМа, добавили ей брони. И теперь АТ-7 должен заиграть новыми красками. Хотя, конечно, кардинально ничего не изменилось. Это по-прежнему такая вот, знаешь, в меру бронированная ПТ с очень серьезным ДПМом. То есть с лоп-флоп в принципе можно перестрелять кого угодно. Но есть у этой ПТ, как ты уже, я думаю, заметил, очень серьезный недостаток. Вперед она едет всего лишь 20 км в час. Вот ты глянь, уже почти минута боя прошла. Там уже некоторые ополовинины, кто-то там воюет вовсю. А наш ПТ вот только-только подъезжает к позиции. Опачки, смотри, сразу же засветился Блэк Принц. Блэк Принц, видимо, хочет как-то здесь своей броней потанковать. Но ты глянь, в прицел нашего бойца с пробитием в 226 мм. Все это, конечно, выглядит смешно. Но ты смотри, уже ополовиненный бедный Блэк Принц заезжает куда-то в укрытие. И, наверное, думает, ну нахер, куда я вообще полез? Наш БС здесь тоже очень неплохо пристроился. Выставляет он только лишь правую часть своей ПТ. То есть пробить его здесь будет очень нелегко. Поэтому можно пока расслабить свои булочки. И встречать этих атакующих негодников из команды красных. Главное, чтобы они вот так вот отчаянно упарывались. Но, судя по тому, как наш боец их просаживает, я думаю, что желание атаковать у них напрочь пропало. Вот справа есть СУ-100, которая, возможно, сейчас выкатится. Да, выкатывается. Но, к сожалению, всего лишь встает на каток. Да. Счет 1-1. Тем временем вот Т29 снова подставляется. Странно, целится он куда-то в камень стоит. Ну, просыпайся, друг. Ты чего? О жизни задумался. Вот, наконец-то. Своим хоботком закрутил, завертел, но потерял за это время уже кучу хитпоинтов. Ну-ка, по НЛДшечке, держи на 231. Будешь знать, как во время боя мечтать о чем-то интересном. Ну что ж, друзья. Наш герой просто вынужден прокатываться вперед. Потому как никто уже его не атакует. Ой-ой-ой, удалось танкануть. СУ-152, на которой играет Твинкс Татюга. 70-процентный, очень даже такой, знаешь, парнишка серьезный. Но в конце, естественно, я вам все покажу. Итак, смотри-ка. Следующей жертвой нашего ДПМного монстра становится Штурер Эмиль. Ну-ка, стоять. Хорош. Минус Эмиль. Ну, а следующий на очереди бедняга Блэк Принц, который уже, по-моему, просто не знал, в какой ему угол забиться. Со всех сторон его просто разлупцевали и отправили в ангар. Итак, мы видим Т-43. Пытается тут что-то на центре придумать. Уже ты смотри, как он жестко по себе отгребает. Буквально подставился на, ну не знаю, там на пару секунд и так жестко просел по ХП. Вот что значит ДПМная коляска. Т29 тут что-то тоже решил из себя изобразить. Ну-ка, отправляйся-ка ты в ангар. Ага, мы видим, что здесь катается СУ-152. Тот самый запотевший твинковод, который сейчас понимает, что ну никак ему нельзя лоб в лоб воевать с нашей АТ-7. Потому как при всем желании разобрать он ее, ну никак не сможет. Ну а наш боец, смотри-ка, медленно, но уверенно настигает свою очередную жертву. Ну-ка, держи. На 199 надо здесь как-то танковать. Но, к сожалению, этот негодник находит уязвимое место в виде этой кастрюльки. И просаживает нашего бойца на 542. Надо ему сейчас как-то мстить. Нужно его отправлять в ангар. Он уже, по идее, откадешился, но, к счастью, он стреляет в молоко. Слева Т-43 подъехал. Смотри, бедняга испугался, растерялся, сдает назад. Нет, чтобы как-то здесь закрутить, закаруселить. Но этот бедняга, видимо, просто в панике. Да, отправился и он в ангар. Ну ты глянь, просто какой-то раздатчик билета в ангар приехал в этом побоище. Опачки, ВК-3601 почти фуловый. Держи на 281. Хорош, хорош стоять. Ну-ка, постой на ноги. Ой, отлично, еще и с поджогом, друзья. Да как так-то? Что за такой развал кабин? Ты смотри, ВК бедный только что был фуловый. Буквально трах-бах и все. Он уже на один фугас дышит. Вот КВ-3 пишет, АТ-7 мощь. Ну, я лично думаю, что мощь. Причем мощь очень даже неплохая. Не знаю, что думаете вы. Обязательно напишите в комментариях. ВК сейчас пытается как-то улизнуть. Не очень он быстрый, но все же побыстрее, чем наш ПТ-вода. Вот, к сожалению, наш герой пока не успел его забрать. Но сейчас бежать этому бедняге некуда. Поэтому он отправляется в ангар. Ну что ж, дорогие друзья. Вот такая вот бойня на АТ-7. И всем тем, кто планирует начать качать ветку Бабахи, мне кажется, сейчас самое время. Потому как, ну, в принципе, они были, есть и, наверное, будут славопочными. Но вот в плане ДПМа и брони их подлатали. Поэтому, по-моему, сейчас действительно самое время заняться прокачкой Бабахи. Что касается статистики всех участников этого боя, то вот она, вы видите. Наш герой это не Твинг, это, по-моему, самый обычный новичок. Вон у него Е-25 во взводе был. Вот это я понимаю Твинг. Ну и также, друзья, пока смотрим на послебоевые результаты, я хотел бы кое-что прояснить. В предыдущем видео про удачные взрывы, точнее, удачные выстрелы с Бабахи, я, ну, немножко, как говорится, закосячил с музыкой. Действительно, музыка получилась так себе, как-то вот оно, знаешь, ну, не очень. Да, я читаю все ваши комментарии и вижу, что многие тоже немножко подохренели от этих моих нарезок. И, действительно, друзья, я признаю, я сделал не очень слушательную музыку, не очень, не очень приятную. Поэтому, друзья, ну, прошу прощения, бывает, я думаю, со всеми. Я надеюсь, вы меня поймете и простите. Ну, в принципе, как-то так. Ну, что ж, ребятки, вот такая вот бойня на АТ-7. Действительно, АТ-7 это очень серьезная машина. Главная, боевая машина, точнее, главное, самое главное при игре на ней, это ехать туда, куда едут твои тиммейты. Потому что, вы видели, танкетка эта очень славопочная. И если ты будешь воевать с кем-нибудь там один на один, то, скорее всего, тебя просто окружат. И сделать ты особо ничего не успеешь. Вот такие вот дела, друзья. Кстати, есть у меня обзор ветки бабахи на моем канале. Но он, наверное, уже устарел. Все-таки делал я его там, не знаю, месяцев 7 назад. С тех пор, конечно, всю эту ветку апнули. Как мы уже знаем, наварили броню многим. ПТ из ветки, дали также ДПМчик посерьезнее. В общем, не знаю, может быть, в ближайшее время я сделаю переобзор ветки бабахи. Но посмотрим. Если хотите, то пишите в комментариях. Если комментариев будет много, я пойму, что действительно вам это интересно. Ладно, друзья, на этом у меня все. Всем большое спасибо за просмотр. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok